Ну вот смотри, в интервью с Дудем был, ну, на мой взгляд, один невероятный эмоциональный момент, когда он тебя спросил, а видел ли ты творчество своего напарника Хованского? Хованский, на самом деле, известен своими, в общем-то, высказываниями, которые иногда переходят к границе. И в том числе был огромный вот этот скандал с Ной Зюнси, когда он там очень грубо прошелся по его маме. Я видела твою реакцию. Вот я прям очень внимательно смотрела, даже поставила на паузу, когда у тебя почти появились, ну, мне показалось, слезы, потому что ты очень, как бы, переживал в этот момент, потому что ты этого не знал. Я этого не знал. Ты там, ну, понятно, я тебя не спрашиваю, почему ты не удостоился посмотреть. У него миллион, слушай, он известный блогер, много лет. Понимаю, он вызвался на то, чтобы принять участие в этом, там, с тобой проекте. Он мне сам его предложил. Да, он сам предложил. Я видела, как ты расстроился. Ну, я вообще не люблю всякие вот негативные вещи, но это правила игры сегодня для этих блогеров, понимаешь? Они так живут. Нет, ну, правила игры, знаешь, это как вот сейчас все вот этот нашумевший теперь баттл Оксимирона и Гнойного, понимаешь, которые, да, там все посмотрели, это, наконец, вышло большое пространство, все федеральные каналы показали, но ведь там же, ну, как бы там, пусть это правила игры, но сейчас основная претензия к Гнойному за его антисемитские, в общем-то, резкие высказывания. И вот я обсуждала это со своим 15-летним ребенком, он говорит, ну, ты понимаешь, ну, это норма, потому что это как бы... Они как бы не воспринимают это серьезно. Да, он говорит, это не серьезно. Да, они не воспринимают это серьезно, и они не воспринимают мацию. Ты понимаешь, это серьезно, понимаешь, тебя же задело то, что он обижал маму. Меня это, безусловно, задело, но я, во-первых, к тому моменту это не делал, во-вторых, это не имеет отношения к тому, что я сделал с ним. Мы, наоборот, любим наших мам в нашем клипе, понимаешь? А скажи, а вот эта вот, вот эта визитка с ним, которую он тебе предложил делать, это было уже после того, как вы сняли этот клип, и ты узнал о том, что вот, ну, условно, про творчество Хованского, или это было до? Вот эту визитку, которую вы снимали, самый лучший шеф. Так это вообще было в конце августа. Это было за два дня до, за два-три дня до открытого. Ну, то есть ты уже знал про Хованского? Конечно, я с ним шоу веду. Понятно, то есть ты все равно, несмотря на то, что тебя это задело, ты все равно решил считать, что это важно. Да, но я не несу за него ответственности, за его. Потом у них, он, у него там есть конфликты с разными, другими блогерами, рэперами и так далее. Я, я с ним говорю, вот этот вот парень, не буду называть его имя, как ты с ним? Ты же вообще просто был с ним злейший враг, он мне про него там гадости говорил, Хованский, ну, в частной беседе. Говорит, да ничего, мы там сейчас как-то туда-сюда вроде и нормально. То есть это беспринципность, интернет беспринципность, она на лицо. Да, но такой вопрос, а должны ли мы, наше поколение, поддерживать эту беспринципность? Когда я общаюсь, опять же, со своим сыном, и я понимаю, что ценности мои, да, как-то надо ему передать. Это невозможно. И что делать с этим? Ничего, смириться. Они вообще другие, это другое поколение. Продолжение следует.